Ровно 60 минут давалось ребятам на выполнение этой работы. Она состоит из двух частей. Сначала школьники отвечали на вопросы анкеты, в основном касавшиеся внеурочной деятельности ребенка. А после им предлагалась серия заданий по одному из трех предметов общеобразовательной программы. По выбору организаторов. Это могла быть математика, русский язык или окружающий мир. В 88-й школе, к примеру, сегодня проверяли знания ребят по математике. Они писали контрольную. По завершению испытаний бланки ответов школьников отправили в Москву. На годовой оценке ни в коем случае они отражаться не будут. Во-первых, у них там небальная система. Просто как бы сдал, не сдал, прошел, не прошел. Что-то в этом роде. Известно будет это в ближайшем будущем, где-то в 20-х числах мая. А теперь к другим темам. Жители Барнаула все чаще стали обращаться в суд по невыплате заработной платы. По сравнению с прошлым годом, количество таких обращений возросло на 73%. По статистике, только за полгода районными судами и мировыми судьями краевой столицы было удовлетворено больше 7 тысяч исков. На общую сумму больше 150 миллионов рублей. Между тем, даже если дело оказалось выигрышным, не всегда работодатель выплачивает необходимые страховые взносы, предупреждают в пенсионном фонде. Эти данные они советуют проверять на сайте ведомства, в личном кабинете застрахованного лица. Как результат, это приводит к тому, что нарушаются права застрахованного лица на оформирование трудовой пенсии. Соответственно, эти деньги в расчет не берутся. И в будущем его пенсия, пенсионные баллы будут в заниженном размере. И, соответственно, пенсия будет в заниженном размере. Завтра исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки РСФСР ученого-хирурга Израиля Исаевича Неймарка. Почетный гражданин города Барнаула, знаменитый во всем мире доктор медицинских наук. За свою жизнь опубликовал больше 150 научных работ. Израиль Исаевич работал ведущим хирурга в полевом госпитале. Он награжден Орденом Красной Звезды, Октябрьской революции, Отечественной войны второй степени и Трудового Красного Знамени. Подробный материал об этой легендарной личности смотрите в нашем выпуске завтра. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, информационный канал, город. и К gatherings Erin장 V6idade,dev Ольга Калачев, sépt,